Здравствуйте, Мафтар Кабулыч. Я вновь сегодня обращаюсь к вам с той же просьбой опубликовать мое обращение. Здравствуйте, дорогие казахстанцы. Я сегодня хочу показать вам видеоконференцию, где участниками были, с одной стороны, представители инвалидных организаций, с другой стороны, руководство Министерства социальной защиты. Данное видео занимает очень много времени, поэтому, кто хочет посмотреть видеоконференцию полностью, прошу пройтись по видеоконференции со ссылкой ниже под видео. Поэтому я сегодня вам покажу только часть этой видеоконференции, а затем, после того, как просмотрите эту часть, я дам небольшой комментарий. Ерлан Маратович, вот касаемо этого вопроса, человек написал, что вы, по-моему, не дочитали его этот, и, может быть, вы его посмотрите, и чуть позже кто-то из сотрудников или вы более полно прокомментируете. Следующее слово хотелось бы предоставить Жанебеку Байтоку, нашему руководителю людей с инвалидностью и руководителю Крагандинского территориального департамента Адал. Добрый день, коллеги. Так как, в принципе, много времени прошло, мероприятие идет долго, буду краток, постараюсь. Как выше было сказано, что портал социальных услуг минимизирует коррупционные риски, но я бы хотел отметить коррупционные риски, которые имеют место на портале социальных услуг. На трех примерах. Пример первый. Касаемо курорта санатурного лечения. Вот, положим, у нас есть курорта санатурного лечения 14 дней. Сейчас ко мне поступают информации от лиц инвалидности по всему Казахстану о том, что идет договоренность у лиц инвалидности. Схема выведения бюджетных средств следующая. Лицо инвалидности заходит на портал социальных услуг, находит курорт санатурное учреждение, созванивается с поставщиком услуг, договаривается о том, что на его дебетовую карту будет переведено 10% средств от стоимости путевки. И он подтверждает то, что он прошел лечение в данном курорт санатурном учреждении. Таким образом, бюджетные средства тратятся не по целевому назначению, и санаторий может продать это место в коммерческом плане, то есть не инвалидам. Контроля здесь никакого не существует. Соответственно, был ли инвалид или не был, проверить невозможно. Таким образом, все деньги тратятся ранее, когда были госзакупки. Существовала техническая спецификация. Можно было, люди ездили какими-то партиями. Здесь получается, что санаторий или социалисты договорились, и все деньги ушли. 10% пошло инвалиду. И его плюс в чем состоит? Он не едет в санаторий, не тратит на дорогу, не тратит деньги на сопровождающего своего, на проживание, питание, лечение, не тратит деньги на проезд до санатория, от дома и так далее. И получается, что все в плюсе. Ну, кроме бюджета, конечно. Бюджет понес колоссальные убытки. Причем, что интересно, санаториев много на портале социальных услуг? Кто-нибудь соглашается? Идем в следующий момент. Пав, касаемо ноутбуков для лиц с инвалидностью. Есть такой момент, что, допустим, положим, есть на портале социальных услуг лицам с инвалидностью. Пример приведем по зрению. Первая, вторая группы. Выдаются ноутбуки с программным обеспечением. Это JAWS или Fusion, и идет синтезатор речи Quad. Миллион тенге. Получается, лицо с инвалидностью, поставщик, выплачивает стоимость ноутбука на дебетовую карту. Таким образом, в регистрации на портале в поле вывоз инвалид ставит самовывоз. Таким образом, по трекингу никак невозможно отследить, ушел ноутбук или не ушел. Программное обеспечение как и не устанавливалось, так и не устанавливается. Quad, синтезатор речи, JAWS, Fusion не устанавливается. И один инвалид, получается, поставщиком может быть ИП, любое ИП, купивший один ноутбук, в принципе. А может заработать миллиарды тенге, просто не имея, в принципе, ноутбук как стоял на месте, так и стоит. И контроля никакого нет. Договоренность между инвалидом и между поставщиком. Все. Бюджет понес ущерб. Приведем третий пример. Получается, когда массово по всему Казахстану отделы заняты, социальных программ, обманным путем, уговорами, шантажом, изымают массово ЭЦП. Поставщики услуг индивидуального помощника в лице общественных объединений оплачивают сотрудникам отделов занятости от 1 до 4% за каждого приведенного инвалида и индивидуального помощника в организацию. Таким образом, мы коррупцию не искоренили, мы поменяли форму, но содержание осталось прежним. При этом никакого контроля за отделами занятости не происходит. И самое, что еще интересно, лица с инвалидностью полагают, что их индивидуальные помощники будут получать ту же заработную плату, что и люди, получающие напрямую услуги у своего индивидуального помощника. Таким образом, получается, что в чем состоят предложения? В части... А, кстати, по поводу ноутбуков. Ноутбуки выдаются как лицам первой группы, так и второй. При этом второй группе ноутбука, а программное обеспечение необходимости в нем нет. Ни в казахском синтезаторе, ни в Джавсе, ни в этом, как он называется, ни в Фьюжене. Это человек, который видит ноутбук нормально, в принципе. И получается, что таким образом... В чем состоит предложение? По санаторию нужно разработать механизм, чтобы лицо с инвалидностью было физический контакт, нахождение его в санатории. Какая-то карта, чтобы человек мог реально приехать в санаторий и подтвердить наличие его в санатории, потому что он был в санатории реально. В части... Второй момент. В части... Сейчас, секундочку. Так. Касаемо ноутбуков. Предложение состоит в том, чтобы выдавать ноутбук возможность без программного обеспечения, так как на системе Windows 10, на операционной системе, существует говорящая программа, встроенная в Windows 10. Также в инвалидности можно скачать бесплатную программу NVDA, которая является портабельной и ничего не стоит для бюджета. И заменяющая и Fusion, и JAWS. Теперь в части индивидуальных помощников предлагаем в отделах занятости, в цонах установить программное обеспечение, которое бы могло контролировать и видео- и аудиофиксацию при помощи с инвалидностью могло контролировать то, что происходит на компьютере у специалиста, оказывающего помощь при оформлении на портал социальных услуг. В принципе, все. Вот такие предложения. Спасибо. Амир, можно, да, прокомментировать? Благодарю больше Женебека за выступление. Хотелось бы... Амир, у вас не слышно? У вас микрофон выключен. А, этот, по-моему, с интернетом с проблемой была. Этот, вам предоставляется слово, Ирлан Муратович, прокомментируйте, пожалуйста. Спасибо большое. Вообще, как бы, действительно, Женебек очень в красках многие вопросы поднял, и в любом случае это все с нами приветствуется. Почему? Потому что мы тогда начинали, вот год назад мы очень много встречались в стенах у нас в министерстве, и мы много вопросов обсуждали. Мы, благодаря вот таким инициативам, мы смогли в 26 приказ значительно очень много новых инновационных вещей сделать, упростить там от формы отчетности для индивидуальных помощников, да, вообще, удобства до стандартов единых. Вообще, мы впервые на уровень закона вынесли понятие индивидуальных помощников, и это все, конечно, инициатива, и благодаря, в том числе, вот Адалда Хавана. Но, теперь вот, по касательно позициям, которые сейчас Женебек озвучил. Начну с того, что ноутбуки, синтезатор, речи, все остальное, оно на портале до сих пор не реализуется. Все те замечания, которые вы озвучили, мы их 100% принимаем, поддерживаем. Вот Роза Аджановна этот вопрос поднимала, писала, Анатолий мигает, то, что я озвучил в своем выступлении, и действительно, повсеместно, огромное количество фактов, там, сотнями идет, когда бэушный товар, не лицензионный, поставляли. И так, к сожалению, был длительный период, это не сегодня, не вчера, и даже не 4 года назад появилось, это вот уже последние 10 лет так происходит. И в этой связи это все есть. Другой вопрос, что на портале мы ставим перед собой задачу, это в следующем году устранить. К порталу это никакого отношения не имеет, потому что на портал оно не выносилось. Я говорю про сертификацию, и т.д. и т.п., это все как бы просто надо понять, но однозначно вот в тех моментах, когда мы будем мониторить, здесь, здесь Ербов Железбекович, просьба вот максимально при мониторинге, который мы будем проводить как комитет, уже всех участников портала, это будет уже не пилот, а наша функция законодательная, надо вот Жанебека подключать, в том числе по Анатолию, по участии мониторинга, вот поставки таких дорогих средств, особенно. Хорошо, принято. Первое. Второе, я вот как уже сказал, я письмо во всем замокимам написал, что госзакупки, они не решают эту проблему, сугубляют очень много коррупции, и мы в СЭР направили, но я здесь прямо попрошу этот момент как бы в дальнейшем руку на пульсе держать, и с нами вместе по порталу это все в мониторинге. А как вас найти в интернете, в вашей странице? Сейчас мы напишем в чат название страницки, там появится запись. Вы можете как бы задавать донестирую. Скажите вы, мы не зря, для незрячих, скажите это, так, не письменно, а озвучьте. Смотрите, Адалдых Алана, МЛСПП. Еще раз, Адалдых Алана, что в конце там? МЛСПП. Это пишется английскими буквами, название на английском, так как у нас латинскими буквами. Это есть в это, в инстаграме или где вы есть? В фейсбуке у нас страничка есть. Все, спасибо. Один вопрос, можно? На мной еще хотел один момент, комментарий, если возможно. Анатолий, то, что вы в чате писали, разапиксировал? Нет, нет, не только это. Я это писал по ходу, то, что там в чате дискуссия, другой момент есть, который я бы хотел озвучить, и я считаю, это важно тоже озвучить. Если разрешите, конечно, я постараюсь ложиться лаконично, без лишней воды, постараюсь кратко, если возможно. Да, извините, еще у меня там много предложений, еще много вопросов касается коррупционного действия, я бы хотел, и там по Туркстанской области очень много. Не только в нашем районе, так кажется, это по Туркстанской области тоже есть. Это мне уже можно, да? Я на. Все, зафиксировал. Да, да, я вот. Да, извините, микрофон включил. Смотрите, сейчас уже коллег с министерства, кроме меня, здесь, по-моему, не осталось. То, что вы написали в чат касательно коррупционной деятельности, касательно коррупционных рисков Туркстанской области и проверки деятельности УКЗСП, это я зафиксировал, комитету сейчас передам. Кроме того, по другим вопросам, Анатолий в том числе и те, кто руки подняли, я предлагаю, Амир, если вы не против, на следующий раз принести, потому что мы уже два часа с лишним проводим заседание, думаю... Один, один вопрос, один единственный. Запишите право, а то я слепой, я не вижу, во-первых, во-вторых, вот вам, Адлес, вы-то потом передадите вице-министру, пожалуйста. Давайте запишем. Давайте предоставим, так как вы одним из первых руку подняли. Давайте, давайте. Спасибо большое, огромное, за то, что предоставили слово. Я рад, конечно, на Далдаколове присутствовать. У меня, вот, главный вот этот самый вопрос того, что такого характера значит. Вот, поставщик приезжал из Москвы, вот, говорил по поводу дистрибитров, по поводу этих складских помещений и так далее, и так далее. Вот он правильно говорит. Почему бы нам, вот, инвалидам, если дали самостоятельность, нам самим, вот, с этими поставщиками напрямую не выйти? Зачем тогда этот портал, действительно? Почему эти посредники до сих пор свыше, там, 200 посредников, этих дистрибьюторов, оказывается, в Казахстане есть? Зачем нам эти дистрибьюторы, когда мы можем сами? Я недавно вот буквально на Амазон, и этот самый, выходил на эту самую связь, Алибаба, Алибаба, да, вот, там, пожалуйста, в долларовом эквиваленте все есть, коляски, что угодно, все есть в долларовых эквивалентах. Ну, зачем нам посредник, действительно? Во-вторых, опять дополнительные еще там какие-то проценты, 20 процентов должен поставщик иметь. Нам не надо никаких поставщиков, действительно, мы напрямую могли бы оттуда, может быть, она дешевле, казалось бы. Зачем учитывать дополнительные опять вот эти 20 процентов? Дополнительные 5 процентов этим общественным объединением. Вот все время Аукенов выражается по этим, я не знаю, у него бизнес-проект или же социальный портал, вот, меня возмущает вот это. Вот он правильно с Москвы сказал, я не имею между собой дистрибьюторов, я не имею между собой там, как его, посредников, действительно, не надо никаких посредников. Вот инвалиды, все сознательные есть, общественные объединения есть, пускай напрямую через Амазон, через это самое, выходит, и, пожалуйста, ни копейки никому непосредственно приносится товар именно сюда. А почему эти склады? Я действительно на портале социальных услуг видел, там в складе сколько заложено и так далее, и так далее. Я тоже общественные объединения не представляю, но я не хочу сдирать самих инвалидов. Во-первых, общественные объединения созданы с целью того, чтобы защищать право инвалидов. Это раз. Во-вторых, второй вопрос. Вот, вы говорите Аукенову, Аукенову, опять же, вот, мы будем эти самые, как бы, с этим бороться, коррупцией и так далее. Пороться на лужу 10 лет прошло, это коррупция, так? И вот 3 года, за последние 3 года, вот, как говорят, по поводу инфляции, по поводу стоимости, почему вот эти хотя бы последние 3 года поднять и вот этих поставщиков нерадивых, почему не наказать? Вот мы сейчас боремся с этими поставщиками, как говорится, за одно слово меня сейчас уголовное дело возбуждает, на меня возбуждают гражданские дела. Почему? Мы, как активисты, говорим о прозрачности, а почему-то не имеем права подавать в суд. Вместо того, чтобы нам подавать в суд, нас наказывает именно Казахская общественная слепых, которая уже съедобородит общественное объединение и фонд Урал Казахской общественной слепых по западно-казахстанской области. Опять его включили спасавщика. Почему включают его? Не надо же включать. Это не урок, что ли, прошло время нам? Вот, пожалуйста, вот это общественное объединение Казахского общества слепых вообще надо реорганизовать абсолютно. По всему Казахстану они, как говорится, полностью напортачили. Уважаемые казахстанцы, на этой видеоконференции кроме Байтокова-Жанебека было еще два докладчика. Это вице-министр Аукенов Ерлан Муратович и второй работник Минсоцзащиты Владимир Ильич. И мы лично из уст вице-министра услышали то, о чем я говорил несколько раз своих обращений. Вице-министр сказал следующее. Он подтвердил, что некоторые товары по закупкам завышались в десятки раз. Это имеется в виду ноутбук. Он также подтвердил тот факт, что происходила вторичная поставка. Это пришло о читающих машинах которые закупались по 30 тысяч тенге у инвалидов и вновь поставлялись уже по цене 650-750 тысяч тенге. В целом участники не только докладчики, но и участвующие инвалиды сказали намного больше, чем я говорил в своих обращениях. И что следует из этого? Из этого следует, что ситуацию о хищениях в госзакупках особенно больше всех там нарушений делает казахское общество слепых и общественное объединение неунувающих инвалидов. Это тоже было. Также было сказано, что это происходит десятки лет и никто никаких мер не предпринимает. Неужели после сегодняшнего обращения не станут правоохранительные органы проводить проверку в казахском обществе слепых и некоторых других инвалидных организациях? Их не так много, которые очень активно участвуют в этих госзакупках и очень сильно завышают цены как на товары, так и на услуги. Я надеюсь, все равно мы доведем правду до всей общественности Казахстана и рано или поздно все равно раскроют эти преступления. Я в это верю по одной причине. Буквально два года назад вице-министры абсолютно отрицали эти вещи, а сегодня об этом уже говорят. Это уже большой прогресс. Я обязательно продолжу свои обращения и в следующий раз я уже буду говорить наверняка о программе нашей будущей партии. Благодарю вас. Ждите следующую передачу. передачу передачу